Так, всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я, давайте пока представлюсь, пока все включается, я человек, который занимается изучением, как с помощью мышления мы влияем на свою реальность. Ну, можете называть меня экспертом по управлению мышлением, чтобы как-то звучало. Здравствуйте, жду сейчас, пока вы присоединитесь. У нас сегодня будет с вами прямой эфир. В зависимости от того, насколько вы будете хорошо его смотреть, сохранять, активничать, он либо сохранится, либо нет. Вот, я еще пока этого не решила, потому что сейчас как-то такие, знаете, алгоритмы Instagram очень странные, поэтому, если хотите, чтобы висело, то давайте тоже как-то помогайте. У нас сегодня с вами классная тема. Сегодня я хочу поговорить с вами, ну, так, знаете, звучит по-психологически, но на самом деле эта тема очень важная, про обесценивание себя. Про ощущение того, что ты... Класс, привет, Беклаб. Ощущение того, что ты все еще недостаточно хорош, недостаточно умен, недостаточно красив, недостаточно опытен. Короче, вот это, знаете, история про недостаточность. Это очень интересная тема, потому что я общаюсь с огромным количеством людей, девушек, мужчин. Ну, девушек и проявляется, мужчины же не прячутся, а девочки такие, знаете, достаточно успешные. Те, на которых смотришь со стороны, значит, ты типа такой, ну, там, прикусываешь себе язычок, потому что думаешь, блин, какая классная. И вдруг, начиная общаться с человеком, там, ну, особенно, когда, да, это какие-то консультации, где у нас идут откровенные разговоры, вдруг скрывается не то чтобы заниженная самооценка, а такое, знаете, обесценивание. Каким образом? Вот если у вас какие-то по поводу ситуации, вы просто напишите, и я думаю, что вам прям надо сильно посмотреть этот эфир, потому что вы точно себя в этом найдете. Но это очень опасная штука, потому что она не дает нормально развиваться, она не дает нормально двигаться, и самое главное, каких бы высот вы ни достигали, вы себя постоянно возвращаете вниз. Ну, как это выглядит, да? Выглядят симптомы такие. Вам постоянно, вы себя постоянно сравниваете с другими, во-первых, да, и иногда такое после просмотра ленты Инстаграм там или каких-то историй, в общем, у вас складывается такое, ну, такое подавленное состояние, что, знаете, все вокруг молодцы, а вы как бы не очень, да, что все вокруг такие вот прям классы, иногда у вас даже складывается ощущение, что вы, в принципе, другой человек, какой-то вот, ну, знаете, там, не знаю, неудачник, вот что-то неудачник, вот все, блин, у всех так все классно, а у вас как бы нет. Вам кажется, что вы ничего такого особенного не сделали, и когда вам делают любой комплимент или там какое-то, вы либо говорите спасибо, не проявляя, не чувствуя в этом никакой ценности, либо, что еще чаще, говорите не за что, да, то есть вам все время кажется, что вы не окей. И когда вы думаете над каким-то ростом, я не знаю, в карьере, в бизнесе, у вас постоянно есть, да нет, вот такое возникает состояние, да нет, ну, что я могу сказать, да я еще там не получил 25 дипломов, я еще, я недостаточно хорошо говорю, я недостаточно хорошо смотрюсь в кадре, короче, вот это вечное, я недостаточна. И причем, что самое интересное, с одной стороны, у вас как бы есть такое понимание того, что может быть вы и достаточно, может быть, типа, у вас много всего есть, но тут же все равно включается некий страх, некое такое вот, ну, как бы, не окей. Если тут есть люди, которые с этим сталкиваются, напишите мне там, типа, плюсик какой-нибудь, дайте знать, пожалуйста. Значит, вот такое бывает, знаете, что мы это понимаем, а бывает, что и не понимаем, да, то есть, но не понимаем как? Не понимаем, вот как понять, что у вас есть вот эта, да, недооцененность, но вы этого не понимаете, вы не можете активно развиваться и идти вверх, то есть, вам что-то постоянно мешает, то есть, у вас какие-то есть вот то, что называется, какие-то некие внутренние ограничения. О, спасибо. Вы вроде бы как понимаете, с одной стороны, да нет, да я молодец, да, но с другой стороны, спасибо большое, вот, но с другой стороны у вас все равно вот эта история вся начинает вылазить. И причем, когда возникают какие-то ситуации, ну, такие, знаете, ну, вот, например, давайте поговорим про такую тему, я как раз сейчас о ней писала, тема развода, да, такая очень как бы тема, на самом деле, ну, такой современный мир, и уже люди разводятся, потому что они хотят развестись, да, вот женщины, например, вот, ну, там, я, например, приняла такое решение, но, когда я кому-то говорю, что я развелась, человек делает такое прискорбное выражение лица, ему хочется меня обнять, ему хочется, как бы, знаете, поддержать меня, и я думаю, ну, вот это же, вот, какая-то история, и очень многие обычные люди, да, ну, такие обычные, я имею в виду, которые не особо осознанные, они всегда, когда разговаривают, например, про разводы, или, там, про увольнение, они это всегда подают как трагедию, да, у нас-то это звучит так, он такой подлец, значит, а я же, вот, как мне тяжело и сложно. И я вижу вот эти штуки регулярно, да, когда там женщина, например, говорит, да, вот мы там расстались там, и вот, и теперь, ну, как же вот теперь я, я же теперь там никому не нужна, и вот какие-то очень такие странные позывы, порывы у людей возникают, что, ну, типа, раз я с кем-то рассталась, значит, я недостаточно хороша, или со мной кто-то расстался, я недостаточно хороша, и теперь мне уже столько-то лет, неважно, 20, 30, 50 или 100, у меня уже есть дети, я никому не нужна, или я ничего не умею, или я плохая любовница, тоже такое у девочек бывает, типа, у меня был один мужчина, и что? Вот, ну, как я теперь могу, значит, там куда-то что-то. И, короче говоря, вот это вот обесценивание, оно, конечно, мега сильно работает. Я вам хочу сказать, что на самом-то деле с этим нужно обязательно работать. Почему? Значит, первое, что я замечала, что, вот знаете, есть такие люди, которым на все похер. Вот вы когда на них смотрите, вот они, вы видите, что они точно не самые талантливые, не самые умные, не самые красивые, и обычно вы на них смотрите, и у вас открывается рот. Но у меня такое было, например, не в бизнесе, а в фигуре. Я очень много лет там комплексовала по поводу своей фигуры, только после 30 начала носить там шорты с открытыми ногами, да. И я помню, как я смотрю на человека, который идет, и знаете, ему прям хорошо, он себя прекрасно чувствует, он классно, уверенно выглядит. И очень часто идет такая девочка, с чьи ноги, по моему мнению, вообще нельзя никому показывать. Она идет с классным парнем, у них любовь, у них все хорошо. И, значит, мой внутренний голос, он кричит, как это вообще возможно? Ну я бы никогда, вот это, знаете, это возмущение. И вот вы знаете, я таким людям искренне завидую, клянусь вам. Я за них очень рада, потому что они, в отличие от таких, как я, не отягощены вот этими бесконечными оценками, этим бесконечным перфекционизмом, этим бесконечным сравниванием и постоянным, значит, постоянным вот этим вот себя, да, засовыванием в жопу. Типа, ну извините, я по-другому не назову. Постоянное себя опускание. Ну куда ты? Ну куда тебе? Тебе уже столько, тебе еще столько, ты уже недостаточно, ты еще недостаточно, да? То есть в какой бы точке мы ни находились, у нас все время есть, значит, как себя мордой вниз ткнуть. Да, то есть бесконечное, вот это унижение себя. И мы называем это правдой, мы называем это реалистичностью, и все бы, короче, девочке было бы ничего. Ну вот если смотреть на это с точки зрения психологии, ну хер с ним, каждый чем-то парится. Но что интересного происходит? Я же эксперт по управлению мышлением, если вы помните. Когда мы находимся вот в этой жопной яме обесценивания, мы все время, то есть мы вокруг себя такую, знаете, создаем энергию не очень удачливого человека. То есть мы как будто бы сами строим заборы своей удачи. Потому что мы достигаем, мы можем удачу, вот смотрите, вообще классное все, мы можем либо зарабатывать тяжелым трудом, знаете, с таким сопротивлением безумным, вот эта история про тяжелый крест, либо можем получать это легко и с удовольствием. И мы сами дико трудимся, сами себя унижаем и продолжаем дико трудиться вместо того, чтобы получать легко. Потому что мы с вами излучаем энергию страдания и, соответственно, для того, чтобы что-то получить, человек, который страдает и несчастен, он может получать, но он получает с большими усилиями, понимаете? То есть он получает, ему надо сильно напрягаться вместо того, чтобы получить легко. Можно ли получить легко? но воздня можно, можно получать легко, можно хвалить себя и можно смотреть на себя по-другому. Смотрите, очень часто, когда я общаюсь там с кем-то, неважно, с ребенком, со своим там, человек фокусирует свое внимание на всем нехорошем, что у него было. Вот если ты спросишь, как твои дела, как твой день, и человек начинает рассказывать о проблемах, или, например, в личных отношениях, да? Ты там сидишь с парнем, а он говорит, вот мне там, ты там не так со мной говоришь, ты там чего-то не сделала, ты там не так посмотрела, ты не так поняла, а ты ему говоришь, слушай, а что ты не скажешь, что я сделала так? Почему вместо того, чтобы сейчас, например, вечером, когда мы с тобой увиделись там на свидании, вместо того, чтобы сказать что-то кайфовое друг другу, мы начинаем рассказывать, что не так. Ты сегодня неправильно поставила тарелку, не так, значит что-то сделал там всем чем мы недовольны да и таким образом мы как бы обязательно у человека у 2 обрезаем все что он сделал хорошее и сами у себя тоже обрезаю потому что когда обычно вас спрашивают как прошел ваш день вы почему-то вместо того чтобы сказать слышать кассе не молодец я рано встала я приготовила вкусный завтрак потому что не очень классно удачно делать потом я сегодня шла и думала офигенные мысли про себя сегодня сделала ментальные практики я сегодня побегала сходила на тренировку я сегодня ответила на 67 сообщений и каждого человека как-то поддержала и зарядила я сегодня провела офигенный прямой эфир я сегодня то есть вместо того чтобы вот и человек говорит знаете что когда я говорю вместо того чтобы сказать что-то хорошее человек горит а у меня нет ничего хорошего а я ничего такого не сделал и ничего не сделал вот например если вы спросите женщину которая девушку блять не нравится мне это слово девушку которая находится дома с ребенком в декрете она говорит таки вообще ничего не делаю нормального я просто целыми днями убиваю свое время то есть человек воспитывая своего ребенка давая ему любовь кормя его грудью готовят для него гладить для него одежку чтоб там значит попочка не прела чай горит я нихера не делаю я что я делаю прожигают жизнь я схожу с ума говорит человек и так я буду делать еще несколько лет и вот вы понимаете это обесценивание у нас идет везде вот везде причем заметьте например если мужчина вечером готовит ужин вот один раз например у некоторых он готовит один раз у некоторых по-другому то вы обязательно ему скажете боже какой-то молодец какой-то вкусный приготовил ужин но если вы нормальная женщина и понимаете что если вы хотите чтобы он еще один раз приготовил то надо это сделать его надо обязательно похвалить принципе это все понимают как и там своего ребенка да там ребенок нарисовал каляки-маляки нормальная мать должна его похвалить сказать ему какой-то молодец какой-то мне творческих ты здорово подрисовал там но но не все мамы так делают вообще так правильно ну что мы делаем с собой чтобы мы были они сделали мы говорим потренировалась херово работала плохо там я не знаю приготовила ну я и должна была приготовить у нас только должна у нас так и надо было и недостаточно хорошо еще обязательно посмотреть в сторону на того кто по нашему мнению сделал лучше знаете какое было для меня такое серьезнейшее открытие для меня серьезнейшим открытием часто случается встреча с людьми значит встречаешься с человеком который по моему мнению является умничкой давайте назовем такую категорию умничек я встречаюсь с умничкой она мне говорит оля то есть я себя чувствую рядом с ней вот она умничка а я такой знаете как это мурло блин не умничка она не говорит оль я так тобой схищаюсь ты такая умница просто ты просто я смотрю на нее думаю знаете я обязательно ну так раньше было я обязательно жду что зал сейчас засмеется как фильм знаете типа а я тебя надурил это нифига не умничка а ты говоришь нет типа это ты мышь принимать не можем комплименты да то есть если мы не научились этого делать мы комплимент никогда не примем и не я не умничка я вообще никогда не умничка то что какая же я умничка вот мы обязательно значит ты в ответ говоришь человеку и человек чаще всего в ответ говорит когда ты говоришь я тобой восхищаюсь он говорит да ладно что правда да было бы чем восхищаться мне кажется и ничего не успеваю я так всегда беру я как и много успевают да я вообще ничего не успеваю я в это свято верю я вообще ничего не успеваю мне кажется что у меня все я в инстаграме посты пишу редко Дальше надо оправдать и обязательно рассказать, почему что не умничка. В инстаграме посты пишу редко, это делаю не так, это я вообще не успеваю, а ты знаешь, когда я была на этом, а тренировки я три пропустила, обязательно нужно себя обесценить. Вместо того, чтобы сказать, слушай, ну я реально умница и действительно большая молодец, потому что да, у меня двое детей, у меня насыщенная жизнь, у меня тысяча человек в одном чате марафона, у меня куча людей на индивидуальной работе, я запускаю новые продукты, я планирую отдыхи, я веду свою личную жизнь, я жонглирую всем, я езжу на турниры там, я зарабатываю деньги, я трачу эти деньги, я реальная умница. Не, 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 так мы не умеем. Обязательно обесценить себя. Смотрите, почему это происходит и когда это происходит? Это происходит из-за нашей неосознанности. Что такое неосознанность? Тут я очень просто это понятие вкладываю в голову. Осознанность это когда я размышляю над тем, что я делаю, думаю. А неосознанность это когда я действую на автомате. Смотрите, неосознанность это когда я вечером открыла холодильник и сожрала торт, потому что было очень вкусно. Ну типа я хотела есть, я смотрела сериал и мне было хорошо. Осознанность это когда я открыла холодильник, посмотрела на торт и подумала, так, я конечно могу его сейчас съесть, но как я буду себя чувствовать завтра? Что я буду себе говорить? Зачем мне нужно сейчас есть этот торт? Понимаете разницу? То же самое вот в этой истории. Когда вы начинаете себя обесценивать, в какой-то момент вдруг нужно себя остановить и спросить, а зачем я это делаю? Есть ли мне за что себя сейчас похвалить? Ведь я сейчас включу совсем другую энергию. Что самое интересное, когда мы себя хвалим, у нас включается энергия такая, знаете, лидерская. И мы начинаем в свою жизнь по закону притяжения притягивать к себе все с такой энергией. Понимаете? А когда мы с вами начинаем включать вот эту вот энергию жалкого человека, у которого вечно все плохо, у которого вот у вас наверняка есть такие друзья, героям слава. А у вас наверняка... Ко мне подошел дядя полицейский. Доброго дня. Здрасте. Серьезте, будь ласка, я чую дальше, чтобы не стоять на выезд. Будь ласка, добрый, дякую вам, что вы такие добрые, дякую. Видите? Эвакуатор подъехал сзади, чтобы вы понимали. Якие у нас добрые люди все же такие. Могли же прийти и сказать мне, вам штраф. Сейчас, девочки и мальчики, я чуть-чуть проеду. Будете? Вот. Димеча... Ага, я опять... Ну, сейчас мы с вами проедемся. Короче говоря, вот эта история про наше обесценивание себя. Перестегнемся и куда-нибудь доедем. Поэтому наша задача включать вот эту самую осознанность и спрашивать себя, для чего мы это делаем, и за что мы все-таки можем себя сейчас похвалить. Для того, для чего. Знаете, тут же надо все выгоды искать. А выгода простая. Если я сейчас буду излучать энергию со знаком плюс, да, мы называем это высокими вибрациями, то я в свою жизнь притяну... Мы не завжды сейчас. Смотрите, кстати, чтобы узналы люди. Это работа над собой. Я вам по этому поводу могу рассказать, кстати, вот по поводу вот этой моей шесты. Значит, меня бывают останавливают полицейские частенько. Ну, сейчас, знаете, там проверяют документы, там все дела. Вот. И недавно я ехала, и за мной ехала полицейская машина с мигалкой. А знаете, оно так все мигает. Я не могу понять, что оно мигает. Вот. Мигает, мигает, потом какие-то звуки. Я уже такая остановилась на всякий случай. И смотрю, они остановились. Они подходят ко мне, и я говорю, ребят, типа, такая, доброго дня, доброго дня. Я говорю, а это вы, типа, меня остановили, это вы за мной с мигалкой ехали? Они говорят, ну да, вы что не видели, мы там... Ой, нет, сори, не туда нажала. Вы что, не видели, мы там вам красную лампочку включили. И я говорю, ребят, так все мигает вокруг. Короче, главное всегда хорошее чувство юмора и улыбки. Я никогда с ними, уже давно, кстати, никогда не дерусь. Вот, а наоборот, всегда им там, не знаю, шоколадку какую-то пытаюсь всучить. Типа, там, благодарю их за то, что они нас охраняют. И это очень классно. Видела какие-то вопросы. Вам не страшно в Киеве? Нет, мне в Киеве как раз не страшно. Знаете, мне было страшно в Италии, когда я видела людей, которые не хотят шевелиться, не хотят работать, которые бумажки выписывают по 10 лет. Мне страшно, когда я вижу людей, которые не хотят развиваться. Мне страшно, когда я вижу людей, которые уехали за границу и хотят мыть туалеты, потому что у них опять происходит обесценивание себя. А быть в своем родном городе мне не страшно. Я обожаю Киев, обожаю Украину. И, знаете, вот когда мы находимся где-то не здесь и что-то слышим, ну вот, например, в Харькове тоже стали думать, в Киеве уменьшили комендантский час, и я услышала про Харьков такое же, и у меня там подруга работает в Харькове в салоне. Я когда слышу слово Харьков, то, что я видела по интернету, да, все эти взрывы, мне кажется, что Харькова, господи, стерто-стерто, как будто бы нету. То есть, а там есть такая же жизнь. Есть вот это ощущение, когда мы о чем-то слышим, что там супер страшно. Я благодарю наших воинов великих за то, что Киев сейчас, ну, мне кажется, максимально безопасный, насколько это может быть в ситуации войны. Поэтому слава нашим героям, и знаете, как сейчас у нас всегда везде благодарят наши сбройные силы. Вот я просто бесконечно благодарна. Я вам скажу, что когда я езжу в машине по городам, я обнимаю ребят военных прям до слез, потому что это мега круто, что настолько сильно мы оказались защищены. Вот, это если отойти на... Спасибо большое, тут пошли комплименты. Вы бывали в Виннице, бывали в Виннице, мы бывали в Виннице. Я много лет, если кто-то не знает, пела в шоу-бизнесе, и я гастролировала по всей Украине, поэтому я была, наверное, во всех городах. Хорошо, давайте возвращаться к вот этой истории про обесценивание. Смотрите, первое, к чему я хочу вас призвать, это попробовать в тот момент, когда вы хотите сказать фразу «не за что», когда вы хотите себя поругать и посмотреть на то, что вы что-то недостаточно хорошо сделали, «я с собой недоволен», а сделать упражнение, которое называется «я с собой доволен». Спросить прямо здесь себя и сейчас, а чем я с собой доволен? Чем я с собой доволен? Вот это очень важный момент. Чем я с собой доволен? В чем я хорош? Вот смотрите, вот этот вопрос, разговор, да, вот сейчас я хочу показать. К сожалению, в Киеве люди периодически умирают от ракет, пишется человек. Извините, что я улыбаюсь, просто люди умирают от рака, люди умирают от дурни, люди умирают от алкоголя, люди вообще умирают. И вместо того, чтобы циклиться на том, почему люди умирают, я вам предлагаю жить здесь и сейчас, до тех пор, пока вы можете жить. Зачем вы ищете постоянно себе какие-то проблемы? Зачем вы акцентируете внимание на таких вещах? И даже на таком светлом и позитивном эфире вы говорите про смерть. Вот понимаете, вы должны вот это видеть. Это называется бедный, неразвитый мозг. Я ни в коем случае не хочу вас оскорбить, это история про ваш мозг, потому что наш мозг с вами, он же всё время думает мысли. Знаете, вот это бесконечное количество мыслей. И почти у большего количества людей в голове, извините, понос. Когда мы думаем обо всём и сразу. Вот у нас всё сразу. Вот знаете, вот прям всё. Иногда с человеком разговариваешь и вообще не понимаешь, о чём он говорит. Вот у него всё в голове. И когда вы можете сделать такое простое упражнение. Взять, например, одну любую фразу, которая вам нравится. Например, там, я хозяйка своей жизни. И попробуйте 5 минут поразмышлять на эту тему. Вот возьмите прям себе секундомер, таймер, засеките. И знаете, что вы увидите? Вы увидите, что через какое-то количество первых секунд ваши мысли куда-то нахрен улетят. То есть ваш мозг, он вас куда-то вообще уведёт. Нами руководит наш глупый, невоспитанный мозг. Это не относится к нам. Мы и наш мозг, это не одно и то же. Но он нас постоянно стремится куда-то увести, в какие-то дебри. Поэтому, вот знаете, вы же ребёнку не оставите дома сигареты, спички, алкоголь. Попробуйте оставить, это не пробуйте. Ну, вот теоретически, если мы оставим ребёнку сигареты, алкоголь и прочую хрень, даже не нужно сомневаться, что ребёнок попробует с этим что-то сделать. Да? Ну, 100%. То же самое с нашим мозгом. Когда мы ему даём возможность заниматься хернёй, даём ему возможность смотреть дурацкие новости, бесконечно листать ленту на какие-то дурацкие прикольчики, то есть не контролируем этот процесс, он берёт всё, что только можно, самое худшее. И мы начинаем говорить иногда про такой бред. А понимаете, опасность в чём? Опасность в том, что вообще в нашей голове всё равно, какие мысли мы думаем о секрету. Но мы же начинаем при этом излучать что-то, что-то чувствовать, нам становится приятно или неприятно и так далее. И когда мы начинаем испытывать эти эмоции, мы в свою жизнь, как на магнитиках, притягиваем подобные ситуации и обстоятельства. Вот понаблюдайте. Иногда вы смотрите и думаете, что произошло с моей жизнью? Почему у меня как мусорный ящик? На меня что-то потянуло всё подряд. Вот знаете, происходит какая-то бредятина. А вы проанализируйте, чем вы в последнее время занимались, о чём вы думали и какую информацию вы слушали. Вот что было? И вы увидите, что именно такой мусор вы употребляли. Это из серии, когда мы едим одни чипсы и шоколад, не стоит удивляться, что у нас на лице откуда-то появились прыщики. То есть это как бы естественный процесс. Вот здесь всё то же самое. Как женщине добиваться целей, чтобы не стать достигатором? Хочется мягко менять привычки, без строгости, но с результатом. Так не бывает. Как мне стать олимпийским чемпионом, но так, чтобы немного тренироваться? Вот вы должны понимать, что если вы хотите достигать цели, и целей нужно достигать. Нельзя достичь цели, если ты над ней упорно не работаешь. Просто можно хотеть эту цель, а можно себе её навязать. Понимаете? Когда наша цель желанная, тогда мы имеем энергию. Часто говорят, я не знаю, какая желанная цель. А это потому, что ваш мозг опять-таки не воспитанный. Он занимается хернёй. Вы не воспитываете свой мозг, вы не читаете хорошие книги, вы не смотрите интервью и не общаетесь с классными, образованными людьми, достигающими результатов. Вы сидите, как в помойной яме, общаетесь, извините, со всяким шлаком, читаете бесконечно какие-то телеграм-каналы или что-то ещё, и говорите, почему мне в жизни так тяжело. Да потому что вы хуйнёй страдаете. Ну, извините, что по-другому не скажешь. Вы должны перестать себе врать. Понимаете? Вот мне часто говорят, зачем ты говоришь такие слова? Да потому что по-другому не скажешь. Потому что это единственная правда, которая есть. И до тех пор, пока вы себе бесконечно врёте, вот так и происходит. Ну, давайте вернёмся, пожалуйста, к теме вот этого обесценивания. Значит, ещё раз, до тех пор, пока вы постоянно себя обесцениваете, пока вы считаете, что ничего в жизни толкового вы не сделали, что вот что бы вы ни делали, это всё херня. Вот у вас есть такая иллюзия, что вот если бы вы сделали вот это, вот тогда да, а пока вы этого не сделали, да нет, не на что смотреть. Вот смотрите, это совершенно тупая, извините, по-другому не скажу, и дурацкая иллюзия. Что такое иллюзия? Это когда вам кажется, что это есть, вы туда приходите, а этого нет. Понимаете? Вы должны понять, как устроен мир. Давайте такой маленький экскурс. Мир очень просто. Это наше зеркало. Зеркало наших мыслей, нашей энергии. И когда вы думаете про себя, что вы недостаточно хороши, то мир даёт вам подтверждение того, что вы недостаточно хороши. Вы реально замечаете, что вы не очень хороши. То есть вы типа там не дотянули, там вам не дали, там, потому что вы это транслируете. Вы как проектор, в который вставляется плёночка, я недостаточно хорош, а на стенке вы почему-то ожидаете, что там будет написано, что вы супер молодец. Так не бывает. Банальное отражение. И для того, чтобы вы в чём-то стали хороши, вам необходимо в себе это выработать. Как придумать? Да не надо придумывать. Надо просто начать замечать всё хорошее, что вы делаете, и хвалить себя за это. Благодарить своё тело, себя за то, что какая я молодец, проснулась утром, не говорить себе, что опять я гадина, значит, встала поздно. Нет, я умница, я дала своему организму сегодня немножко отдохнуть. Я молодец. Я молодец за то, что я приготовила завтраки. Я молодец за то, что я потренировалась. Я молодец за то, что я сделала свою работу. Я молодец за то, что я хотела сделать свою работу лучше. А цены будут нарциссизм? Не будет. Не будет. Это нарциссизм. Понимаете? Вы, когда начнёте над собой работать, вы увидите, как это. Вот нам всё время не вылазь, не хвастайся. Давайте, кстати, вот это очень классная тема про нарциссизм. Это история как раз, вот это обесценивание, когда тебя родители в школе, вот учителя, вот в обычной системе, тебя постоянно проныживало, да, украинскую мову проныжило. Вот всё время ты гадина, ты дура. Вы знаете, мои дети в спорте. И у меня бывают такие ситуации, когда, вот недавно была такая ситуация, когда тренер назвал моего ребёнка, не буду уточнять, какого, дурой. Ну ты дура, он ей сказал. Я позвонила тренеру, уважаемому и любимому, и напомнила о том, что дура в этом случае точно не она, не мой ребёнок, дура. В этом случае дура тот, кто так называет. Я эти вещи контролирую и пресекаю, потому что все люди, много людей неосознанных, и я не позволяю. У меня с ребёнком доверительные отношения. Я ей объясняю. Вот ребёнок приходит и плачет, да, у неё обесценивание. Ей сказали, что она там вот ничего не умеет, ничего не может. Ну знаете, в спорте такое есть. Я села, провела с ней разговор на эту тему и сказала, ты великий человек, ты с четырёх лет херачишь каждый день по несколько часов в зале. Взрослые люди не все умеют так работать. Ты умница, что бы ты там ни теряла, что бы с тобой ни происходило, ты самый для меня талантливый и потрясающий человек, который может взять себя в руки и работать тогда, когда у тебя из глаза тёк гной, когда ты разбивала себе лоб. Ты просто потрясающий человек, таких как ты, 1% на земном шаре. И дурой ты не можешь быть по определению. Никогда, никому не позволяй так себя называть. Похвали себя, потому что ты умница, ты красотка. А то, что у взрослого человека есть срыв, есть собственные проблемы и есть неадекватность и не всегда понимание того, что иногда нужно свой рот закрыть и пойти решать свои проблемы самостоятельно, и это касается и твоей матери в том числе, это уже, доченька, прости, наши пока проёбы. Мы будем над этим работать. Вот так я объясняю своему ребёнку, понимаете? Не в контексте того, что он идёт и реально начинает думать, что он дура. Почему? Потому что в детстве это очень восприимчиво. Мало того, это сказал не просто какой-то человек, это сказал очень важный в её жизни человек, которому она доверяет. Я объясняю, что взрослый человек – это не всегда адекватный и умный человек в каждый момент своей жизни. Каждый взрослый человек делает добилятину, частенько. Поэтому я прошу своих детей с маленького возраста контролировать, анализировать и понимать это. Потому что мы начали это делать сильно позже. И я, если вы думаете, что я супергениальная женщина, это приятно, так и есть, но иногда эта супергениальная женщина может сделать какую-то откровенную хрень. Я всегда прихожу, разговариваю со своими детьми, разбираю эту вещь и не позволяю им тоже себя обесценивать. Вот она приходит и говорит, у меня третье место, я неудачница, там, значит, всё. Я говорю, подожди. Кто тебе сказал, что вообще твое место имеет отношение к неудачнице? Кто тебе это сказал? Какая связь между местом и тем, насколько ты потрясающий человек? И мы садимся и разбираемся в её потрясающей. И я совершенно не боюсь никакого нарциссизма. Абсолютно. Потому что, когда человек воспитывается адекватно, он в какой-то момент у всех бывает звёздная болезнь, ещё какая-то болезнь, но он выравнивается. Он выравнивается. Мы же не на сплошном месте. Вот сидит ваш ребёнок, извините, вы его никак не развиваете, он ничего не делает. Он там сидит к козятке ковыряет, а вы его постоянно нахваливаете. Тут уже к вам вопрос, почему вы своему ребёнку не можете позволить, не хотите позволить, и дать ему возможность показать ему мир. Вы же взрослый. Вот я всё время взрослым людям говорю, что главное отличие между вами и ребёнком, любым, не только вашим, это то, что вы имеете право выбора и возможность выбирать, с кем вам жить, с кем вам спать, сколько вам зарабатывать, в каком городе вам быть, какие мысли вам думать. У вас есть выбор. Ребёнок, он его ещё до конца не имеет, потому что он всё равно так или иначе привязан к родителям, понимаете? Это вы, взрослый, ходите на работу, мучаетесь или живёте с мужиком, которого вы ненавидите, или там он вам давно не нравится, и вы с ним продолжаете жить. Ну, потому что, потому что, что же скажут люди, потому что дом у нас один, потому что я ничего не зарабатываю. Ну, вы же, мать вашу, не собака. Вы же не собака и не крыса в клетке, чтобы вы не могли ничего сделать. И то крыса может прутья перегрызти, собака может убежать. А вы такой вот сидите и жалуетесь. Вы взрослый человек. Позиция взрослого человека заключается в том, что он берёт ответственность за свою жизнь. И он может с ней делать всё, что он захочет. Спать, есть, не есть, жить в одном городе, стране, выучить язык, поменять профессию, быть богатым, быть бедным, блять, каким угодно. Ребёнку немножко тяжеловато. Именно поэтому я в очень раннем возрасте поняла, что я хочу побыстрее стать самостоятельной, чтобы не просить у мамы деньги, чтобы не слышать от мамы, например, что, блин, как ей тяжело со мной, а вот мне нужны деньги там, потому что я хочу себе какую-то красивую одёжку или там купить в кафе университетском не только пончик с чаем, да, а хочу ещё заказать себе первое или второе. Или на маршрутке поехать, а не на троллейбусе. Я очень хотела вырасти. Мне лично безумно нравится ответственность за мою жизнь. Я вам сейчас скажу вообще такой глубочайший инсайт. Мы с Сергеем, с моим экс-супругом, были вместе там 14 полных лет практически, наверное. Я считаю, годы у меня уходят. Вот. И у нас был всегда совместный бизнес. Так получилось, что я пришла в наши отношения без денег, а потом так получилось, что Серёжа вошёл в мой бизнес, ну, в тот, который мы организовали. И, в общем, короче говоря, у нас стал семейный бизнес. И всю жизнь у нас были общие деньги. И он не мог мне никогда сказать «нет», потому что я всегда эти деньги тоже зарабатывала. И причём зарабатывала их как верхушка айсберга, да, вот это как говорящая голова, как лицо там и как далее. И вот мы всю жизнь так жили. И вы знаете, что самое интересное? Ну, и во многих принятиях, решениях я всё время отдавала первенство ему, потому что я считала, что это правильно, это удобно, есть мужчина, и вообще это всё правильно. мужчина первый, да? Вот такая у меня была позиция, типа «это окей». И вот вы знаете, когда мы разошлись, и мы начали всё делить, ну да, делить в плане того, я сама стала отвечать за наши документы, за кварплаты, за школы, в которых учатся дети, за деньги, которые мы разделили, да, наши приходы там, которые я теперь получаю, ну, заработанные. Как их тратить? Утратить их, на что их тратить? И вы знаете, это вообще было для меня величайшее открытие, насколько мне сильно понравилось контролировать свою жизнь. Вот эта взрослая позиция, когда я чётко знаю, сколько у меня денег сегодня есть на карте, я сама определяю, в какую страну я хочу полететь, в какой школе будут учиться мои дети, там, не спрашивая, там, например, он говорит, ну, я считаю, что это дорого, например, или я считаю, что это сейчас нецелесообразно, или я считаю, вот когда мне не надо ни у кого спрашивать, никто никак не считает, у меня есть деньги, и я просто ими распоряжаюсь, зарабатываю их, да, там, думаю, как их заработать больше, например, мне очень нравится взрослая позиция, и я вообще не понимаю людей, которые постоянно стремятся за кого-то спрятаться. Вы попробуйте, вы попробуйте сесть за руль собственного автомобиля, я это называю пересесть из пассажирского сидения, и сесть сюда, и начать себя хвалить. Я с тех пор, когда мы разъехались, я начала себя хвалить каждый день, потому что я увидела, какая я на самом деле молодец. То есть это уже было не двойственное молодец, мы молодцы. Как вы переживали расставание? Никак. Никак не переживала, я хотела очень расстаться. Ужасно, да, звучит? Нет, я не могу сказать, что прям, ну, то есть это же долгий процесс, да, там, это было там какое-то количество лет, когда я понимала, что эти отношения не совсем меня устраивают, да, и моего партнера тоже. Вот, и это, как естественно, да, это какие-то склейки, разговоры, это очень долго, очень сложно, вот. Но когда уже непосредственно рассталась, уже всё, мы выдохнули, мне кажется, оба, потому что мы очень друг от друга, наверное, устали. Вот, при том, что мы остались партнерами в бизнесе, прекрасными партнерами, прекрасными родителями, мы каждый день на связи, каждый день общаемся, мы всё время видимся, то есть всё прекрасно, мы убрали только худшее из нашей жизни, да, там, где у нас были трения, а всё остальное осталось. Вот, поэтому это окей. Опять-таки, это как раз и есть история про самоценность, когда я поняла, что я для себя самый ценный человек, и я не хочу во имя чего-то или во имя кого-то что-то строить и сохранять. Зачем? Зачем, когда в жизни так много для меня мужчин, а для него женщин, когда так много возможностей разных, для чего друг друга мучать и страдать? Я не понимаю этого от слова совсем. Да, есть большое количество страхов. А как же мы теперь будем? А как же теперь это? А как же теперь то? А как же теперь всё? Но это всё решаемо. Это всё решаемо. Когда вы садитесь, и по частям мне было, например, очень страшно остаться одной в быту. Вот это, знаете, вся история про деньги, про всё обеспечивание, все эти процессы, вот как это всё сделать. Но шаг за шагом, как и в жизни, вот я не знаю, было ли вам страшно, когда вы думали о том, что надо будет переехать от родителей, мне было очень страшно, например. Я хотела, но я думала, мать твою, это же мне за всё надо отвечать. Но потом ты переезжаешь, и всё в порядке, всё случается. Или там страшно родить ребёнка, что там делать с этим человеком, тут с собой не можешь справиться. Это нормально. Жизнь так устроена, что нас с вами к этому готовят. Самое главное в это пойти. Как говорится, идите в свои страхи. Видела вопрос, не вижу, из чувства благодарности жить нельзя с человеком. Нет, ни из какого чувства благодарности жить нельзя. Ну, опять-таки, каждый выбирает. Я человек, который всегда про любовь, про здесь и сейчас, про желание, про страсть, про огонь, про жизнь. Я не понимаю, особенно война показала, что это всё может закончиться в любой момент. И я не понимаю, если можно проживать яркую, классную, насыщенную жизнь, зачем выбирать страдания? Это ваш выбор. Ещё раз, вы взрослый человек и можете это делать. И опять-таки, вот это обесценивание, а я без него ничего не стою, а я сама ничего не могу, у меня нету нормальной профессии, у меня нету, всё время чего у вас нету. А что у вас есть? У вас точно что-то есть. Если вы начнёте копать в то, что у вас есть, возьмёте ручку, блокнот и каждый день начнёте писать, вы в какой-то момент обнаружите, что у вас дохерища всего. И перестаньте обесценивать то, что у вас есть. Я в какой-то момент села и поняла, что у меня нету, знаете, у каждого человека есть либо такое понятие хардскиллы и софтскиллы. Хардскиллы – это история про профессиональные навыки. Ну, там, я не знаю, например, вы бухгалтер, это ваш хардскилл, или вы там юристы, хорошо знаете юриспруденцию, это ваш хардскилл. А софтскилл, например, я умею убеждать, я умею говорить, я умею доносить, я умею классно писать, я умею здорово выступать. Вот это мои софтскиллы. Ну, то есть, типа, что? Как это? И я в какой-то момент обнаружила, что у меня есть набор софтскиллов. Я прям человек софтскиллл, такой селфмейд, потому что вот все, что связано с вот этим селфмейд, у меня прекрасно развито. И я поняла, что это и есть моя сильная сторона, это есть самое ценное. Вы можете забрать у меня деньги, машину, квартиру, там, все. Но мои скиллы остаются со мной, и они помогут мне в любой ситуации снова получить то, что мне нужно. И когда вы говорите о том, что у вас ни хера нету, вы в чем считаете? В куртках, в сумках, в чем? Вы есть у себя, вы своя главная ценность. Почему я всегда говорю, что нужно развиваться, нужно инвестировать в себя? Я вообще считаю, что я, например, продаю самый нужный продукт. Я продаю продукт для мозгов. После меня люди меняют свои жизни и понимают, как управлять своей жизнью. Это вообще самое ценное, то, чтобы в школах надо было преподавать давным-давно. Вот я считаю, что я один из тех людей, которые реально влияют на других, на мир в целом, показывая, как правильно вообще всем этим управлять. Люди находятся в огромной системе, системе мира, государства, где управляют неосознанными людьми. Из-за этого происходят все эти войны, вся эта хрень, которая происходит, происходит из-за того, что людей давно поставили, как тупое стадо. Тупое, дурное стадо, которым нужно управлять. Это отвратительно, но так устроена система. Мы не можем эту систему обойти никак. Она так выстроена, но мы можем это использовать себе во благо. А для этого вам нужно включить свой мозг. И вот я занимаюсь тем, что включаю мозги. Это вообще вот, когда я это поняла, у меня появилась энергия еще миллиарды раз больше. Но люди не хотят включать мозги. Люди хотят быть тупыми и жаловаться, продолжать всю жизнь, что у них нет денег, что у них нет мужиков, что у них нет тех женщин. Вот искать вот эти ужаснейшие утверждения, убеждения, которые бесконечно вкладываются и передаются, что самое главное, не только вашими бабушками, мамами, но и молодыми девочками, потому что молодые девочки тоже от многих из нас получают вот такую херню, вот такое обесценивание. Вот я вам расскажу еще такую интересную штуку. У меня дети учатся в частной школе. И пока они учились в оффлайне, ну типа все было окей. Как-то я контактировала с школой, но я видела, что вроде бы как все окей. В онлайне пошла немножко другая история. И я стала разбираться в процессах обучения. Ну там, например, мне пишут такое там, ваш ребенок там ничего не сделал, не выполнил домашнего задания. И я начала вообще в эту систему всю влазить. И начала видеть, как в каких-то моментах в частной школе моего ребенка также обесценивают. Ну так же обесценивают, так же ему говорят, вообще не понимая, чем живет мой ребенок, какой он человек, что ему интересно, что мне ребенок, например, херачит каждый день на тренировках, что он вообще там спортсмен с большой буквы, побеждает и финалист чемпионатов Украины. Никто ничего не знает. Главное, чтобы информатику выучила. И я пошла в эту систему, там, к директору, ко всем стала стучаться, да, ну, я же как бы плачу деньги, я говорю, так, ребята, вы меня не устраиваете. Я хочу, чтобы вы понимали вообще, кто наши дети, какого обращения требуют наши дети, и что каждый ребенок это прежде всего человек со своим набором способностей, которые у него есть. Ему не нужно быть как все, ему не нужны ваши гребаные оценки на каждую его, вот видите ли, вот если она за 20 минут сделала информатику, то ей, значит, 10 баллов, а если она за 20 минут не доперла, я сидела и час делала эту информатику. Я говорю, значит, вот мать ее достаточно тупая, по-вашему, получается, а вам надо, чтобы на время сделали. И я вот, знаете, я стала совершенно по-другому общаться, ну, я их выстроила там, объяснила им всю схему, сейчас у меня возле моих детей, знаете, ходят так очень аккуратненько, и я по-другому стала своим детям говорить. Вот она приходит и говорит, мама, у Леры забрали там телефон, потому что она получила там бал ниже. Я ей говорю, и что? Она говорит, я боюсь, чтобы ты смотрела оценку, потому что я не знаю, как я сдала там какой-то тест. Я ей говорю, ты знаешь, мне вообще наплевать, как ты сдала тест. Мне важно, чтобы тебе было интересно и понятно, потому что задача хорошего учителя сделать так, чтобы ребенка заинтересовать. Если тебе не интересно и непонятно, это проеб твоего учителя, и с учителем я буду разбираться лично, потому что в моем мире это называется профнепригодность. Когда мы переворачиваем систему, да, не всем это нравится, у многих волосы становится дыбом, но у нас выстраивается правильное понимание. Мы не превращаемся в этих придурочных родителей, которые избивали. У меня был друг, и его папа бил с шлангом от стиральной машины за низкие баллы. Костя повесился на своей спортивной стенке, когда я была маленькая. Это реальная история, это мой друг был. И вот вы знаете, вот эта тупая неосознанность родителей, людей, которые нас окружают, работодателей, мужей ваших, не знаю, подруг ваших, да, это самое страшное, что может быть. И до тех пор, пока вы сами свой мозг не начнете чистить, пока вы не начнете, не перестанете рыдать, потому что с вами никто-то не хочет дружить, или к вам что-то сказал, и так далее, и так далее, а вы просто не думаете, не соображаете, проблемы не закончатся, надо просыпаться, надо смотреть по-другому на происходящее в стране, в войне, в ваших личных отношениях, в работе, во всем. Пока вы сами себя не начнете ценить, любить и понимать, пока вы сами не поймете, кто вы, чего вы хотите, и какой вы видите в своей жизни, пока вы не решите, на что вы готовы, и на что вы способны, и чего вы желаете, а будете частью массы, которую вечно обесценивают, который вечно не тот, не так вот сиди и радуйся тому, что у тебя есть, ничего в вашей жизни глобально не изменится. Это надо понимать. Себя нужно не просто любить, себя нужно подпитывать каждый день, любить не просто на ровном месте. Когда я начинаю себя хвалить, я каждый день, попробуйте похвалить ребенка, вы увидите, что он начнет стараться еще больше, он начнет делать еще больше, я еще и так могу, и вот так могу, и с собой то же самое происходит. Когда я начинаю себя хвалить, вместо того, чтобы убивать себя, вечно гнобить, вечно говорить, в чем я не молодец, я начинаю к себе относиться по-другому, я понимаю, что я умничка, я понимаю, что я справлюсь, что я смогу, я ищу, как себе помочь, я ищу, как себя напитать, я ищу, как относиться к себе с любовью, и я не позволяю другим людям относиться ко мне по-другому. Я достаточно на сегодняшний день сильная и смелая, чтобы сказать, например, новому мужчине, я не хочу, чтобы быть. Я очень классная, я не хочу быть с таким, как ты. Я не хочу, чтобы на меня кричали, я не хочу, чтобы себя так вели со мной, я не хочу быть с тобой, потому что ты не даришь мне подарков. Это история про самоценность, потому что я инвестирую в себя силы, время, я инвестирую в себя знания, я себя развиваю, я уже знаю себе цену. В хорошем смысле нам все время говорили, ой, если ты цену знаешь, ты проститутка, если ты... Это все говорит дурной, неосознанный люд, дурной. К сожалению, дурных людей много, и вы должны называть вещи своими именами. От дурного надо подальше держаться, понимаете? Не рассказывать ему, я даже с дурным не связываюсь, ну вот идет человек весь в говне, ну зачем вам подходить к нему и говорить, ты знаешь, что ты в говне, ты знаешь, что у тебя в говне, ну зачем вам это надо? От таких людей я держусь подальше, но если такой человек каким-то образом в мою сторону начинает светить, я достаточно уже осознанная и смелая, чтобы сказать нет, и не хочу, не буду, я, вот слово нет нужно тоже говорить, понимаете? И тогда ваша самоценность будет расти, а когда вы уходите в дурацкие отношения, позволяете, чтобы вас гнобили, плачете, не развиваетесь никак, и называете это нормально, жизнью вы терпите, у всех проблемы, да не у всех, блять, проблемы, понимаете это? вот не у всех проблемы, не все живут в говне, не все ссорятся, не все друг друга убивают и ненавидят, не во всех браках голимый секс и люди не хотят друг друга видеть, не во всех, понимаете? И не все считают копейки, и не все страдают, находясь в Украине или за границей, не все, при чем тут все к вам? Задайте себе этот вопрос, я не все, я это я, это ваша одна единственная жизнь, вы не кошка и не супер Марио, у вас не будет восьмой и двенадцатой жизни, по крайней мере, вот в этом теле, понимаете? Поэтому нужно с этим что-то делать, нужно принимать, решать и идти дальше, у меня сейчас закончится эфирное время и вообще мое время, поэтому я вам хочу сказать, что для тех, кому близко, 1 апреля, вроде бы да, у меня стартует мой флагманский, назову это так, марафон, рерайтер жизни, который называется сейчас New Generation, я его переделала недавно, второй поток будет сейчас новый, где мы пишем книгу о жизни, сейчас это книга о жизни, которую мы хотим получить через 6 месяцев, где мы обучаемся, каким образом создать свою жизнь, не ту, которая получается, а ту, которую я хочу, которой я хочу прийти, каким я хочу стать, в каких я хочу быть отношениях, как я хочу зарабатывать, как я хочу себя ощущать, очень много идет про ощущения, потому что, когда вы, Линочка, спасибо огромное, когда вы считаете себя говном, извините, но многие себя чувствуют говном, вот вы даже можете быть с короной, вы можете быть боссом, а ощущение внутреннего говна, оно вот, вот оно откуда-то лезет, я, ребят, я это все знаю из собственного опыта, я что-то не то, что супер королева, с этим надо поработать, и работать с этим можете вы сами, ну, сами в плане того, что вы можете это сделать, как, приходите, научу, покажу, теперь, по поводу этого марафона, ссылочка у меня есть в шапке профиля, вы можете зайти посмотреть, такая просьба, если вы хотите, чтобы этот эфир все-таки у нас дожил, давайте соберем какое-то количество сохранений, да, хотя бы там 500 сотен, 500 сотен, хорошо сказала, 500 штук, и я вас очень прошу, оставьте, пожалуйста, комментарии для тех людей, которые будут думать, смотреть его или нет, рекомендуете вы или нет, если мы это с вами проделываем, у нас собирается 500 сохранений и активно комментарии, я его оставлю, если нет, удаляю, ищите старые эфиры, окей, спасибо всем большое, я надеюсь, что сегодня чуть-чуть щелкнуло что-то, очень жду ваши комментарии и ваши сохранения, если поделитесь с друзьями, будет вообще офигенно.